Девушки отдыхают Сейчас на служении в городе Омске, в церкви Жатва, вместе с собранием верующих. Дорогие, сегодня хотелось бы с вами поделиться Словом Божьим. И делиться Словом Божьим можно по-разному, правда? Я хотел бы начать со своего свидетельства. Где-то я, наверное, через лет так 14, после того, как я пришел в церковь, я первый раз засвидетельствовал. Я был не в городе Омске, и меня попросили засвидетельствовать. И я до этого не свидетельствовал никогда о том, как я обратился ко Христу. Я думал, а что мне рассказывать-то о себе? Какой-то я обычный человек был всегда, и как-то по-обычному пришел, как и все, сложно что-то вспомнить. И когда начал свидетельствовать, понял, что есть что вспомнить. И сегодня хотел бы с вами поделиться тем свидетельством, которое... Я бы сказал так, что есть проповеди, которые говорит человек. А свидетельство о том, как неверующий человек становится верующим человеком, я бы сказал, что это уже другой... другого стиля произведения. Я думаю, что то, как мы с вами приходим как к Богу, это уже проповедь Божия, да? Мы вспоминаем о том, как мы шли. Мы делимся этим с верующими и с неверующими. Дорогие, я был обычным человеком. Я родился в Советской России. Я был атеистом из семьи атеистов. Моя семья, это была рабочая крестьянская семья. В моей семье были и партийные люди. И в моей семье мы были обычными российскими гражданами. Я не думал, что что-то особенное есть. Мои оба деда воевали. Один вернулся инвалидом, второй не вернулся, потому что написали пропал без вести. Были страшные битвы, в которых людей даже не могли потом и найти останков. Я понимаю, что после таких драматических событий и приходили не похоронки, а пропал без вести. И я могу сказать, что до 23 лет моей жизни на земле Бога не было. Вы поймете меня. Когда я не веровал в Бога, Бога как будто и не было вообще, в принципе. А где Он? Бог-то? Я жил в стране, в которой религия была опиум для народа. Вы понимаете, о чем идет речь, да? Верующих в моем окружении не было. Моя бабушка верила в Бога, но на каком-то личностном уровне, на таком, на котором не проповедуют о Боге. И я могу сказать, что естественных предпосылок к тому, чтобы я пришел к Господу, не было. Притом сказать, что я был человеком, который постоянно жил с внутренним таким вопросом. Знаете, у меня всегда был вопрос внутри. Я не знаю, откуда он появился. Я потом, думая об этом, подумал, что Господь, когда я был неверующим, вложил в меня эту тему. Знаете, а что дальше? И рассуждая о разных ситуациях в своей жизни, я додумывал о разной ситуации и вот с этим постоянным вопросом, а что дальше? Согласитесь со мной, что в каком бы мы возрасте с вами ни было, если мы начнем строить планы, вырабатывать какие-то цели в своей жизни, задавать вопросы, ну а что дальше? Получил образование, что дальше? Женился, что дальше? Дети, а что дальше? Внуки, а что дальше? И вот какие бы мы с вами дороги бы не выбрали, все, у всех дорог конец какой? Дороги разные у всех, миллиарды вариантов на земле. Были, есть и будут. Но у всех человеческих дорог конец какой? Он один конец, правда? И знаете, вот такие рассуждения, они приводили меня к таким нерадостным выводам. И где-то годам к семнадцати я вжил как человек, у которого не было целей в жизни. Почему? Потому что я не видел смысла в жизни. А в чем смысл? Тогда песни Баста еще не было, мы будем петь голосами наших детей, знаете, он всем объяснил смысл. Но тогда еще не было этой песни, мне сложно было сориентироваться атеисту, знаете, за смысл. Философы разных мастей и направлений, они друг с другом никогда не согласятся. Я думаю, что вы со мной согласитесь. И имея такое умонастроение, знаете, минорное по жизни, где-то когда я уже отслужил, когда я отслужил, поступил в институт, работал на хорошей работе. В начале девяностых нефтезавод был злачным местом, в хорошем смысле слова, очень стабильным. С очередью на квартиру, с хорошей заработной платой, с хорошим обеспечением и так дальше. И вот, имея достаточно стабильное будущее, я понимал, что без смысла, без какого-то смысла в том, куда я иду и зачем я живу, меня, так или иначе, мое внутреннее состояние, оно было достаточно минорное, знаете, и однажды, когда я пришел, я шел по городу, я увидел объявление, и там было написано медитации, и там было написано мир радости и покой. Я подумал, и человек такой улыбающийся, счастливый, я подумал, но мне захотелось узнать, как этот человек достиг мира радости и покоя в жизни. Я попал в первый заход медитации с Чеченой у нас в городе Омске, и тут я познакомился с верующими людьми. И до этого момента я знал, что есть верующие, но в моей жизни их вообще даже близко не было. И когда я увидел верующих, я подумал, а что это такое заявление, такое верующие люди? То есть на земле Бога нет вообще, в принципе, нет почему? Ну, потому что эволюция, потому что теория вероятности, потому что кто Бога видел, и Гагарин сказал, что Бога там нет, где верующие говорят, Он должен быть, и в принципе здесь верующие люди. И знаете, тогда у меня появилась первая мысль, появилась, которая была для меня какой-то такой поворотной в моей жизни. Я понял, что мне самому лично надо разобраться с этой темой. Почему? Потому что я увидел в технике медитации выход для своих внутренних проблем, и я понял, что здесь не просто медитация, она связана с тем, что эти люди, они верят в Бога, неважно уже в какого, в принципе, тогда я не думал, кто есть Господь. Первый вопрос у меня был, а кто, а есть вообще Бог или нет? Я для себя поставил такую задачу, если Бог есть, если Бог есть, надо узнать, что Он хочет. То есть первое, надо было разобраться, Бог есть или нет. А если Его нет, тогда надо технику взять, а со всеми верующими людьми надо держаться на каком-то таком расстоянии. И, знаете, был достаточно долгий путь, когда я впустился в какой-то пояс Бога, начал общаться с верующими людьми, и первыми верующими людьми, с которыми я столкнулся, были кришнаиты, были рериховцы, были теосовы, были, как называются, люди, которые что-то видят, что-то слышат и всех лечат. Вот. Были и представители массовой религии под названием христианство. Мне сразу объяснили, что христианство – это религия толпы, а у нас была элита, знаете, такая, да, вот, предводительством гуру Щичинмоя. И вот с этими всеми людьми я начал общаться, но я понимаю, что самым сложным моментом было для меня, это мой разум, моя голова, да, которая была убеждена, что Бога нет. И случайно, да, случайно в мою жизнь пришла книга, которую я нашел в обычной библиотеке. И эта книга, значит, называлась «Случайная вселенная». Эту книгу написал профессор из Кембриджа Дэвис. И знаете, в этой книге, я не знаю, сколько материалов в этой книге, это были ни слова, ни мысли, ни идеи, ни какие-то выводы человеческие, философские. Это были такие доводы, которые подтверждались, аргументировались с помощью формул физических, математических каких-то расчетов. И знаете, я примерно 70-80% вот этих всех доводов мне, я понял, зная школьный курс физики. Я сегодня могу сказать, что российское образование, оно на достаточно высоком уровне. То, что я не понял, было понятно и по логике рассуждений. Ну, если я вам скажу раз, два, три, а потом скажу, я не знаю, что дальше, знаю, что дальше, потом будет пять. Вы скажете, ну понятно, что дальше будет четыре. Ну, вот и таким образом, так или иначе, эта книга была написана профессором, я не все понимал, но то, что нужно было, я взял из этой книги. Знаете, что меня потрясло? Меня потрясли, потрясло заявление, я по-другому не могу сказать, этого человека. И этот человек, я сразу же, когда читал эту книгу, я думал, это верующий или неверующий. Дочитал до конца, увидел, что в конце он пишет, что он неверующий человек, но исходя из всех его таких выводов, как бы следует, что есть создатель этого мира. И я подумал, ну классно, человек непредупрежденный, тоже атеист, и вот такие вот интересные, открывает знания о Вселенной. И знаете, о чем писал этот человек, и что потрясло, просто мое воображение. Наша Вселенная, можно, два факта из этой книги, да. Наша Вселенная, Вселенная состоит из галактик. Каждая галактика, скопление звезд и планет. Сегодня известно, что во Вселенной миллиарды галактик. Так вот, галактики двигаются с одинаковой скоростью. И точность этих скоростей, соотношение этих скоростей, или скорость этих галактик, точны с точностью до сорокового знака после запятой. Наш пастор Ирослав Николаевич рассказывал, что когда они молодыми братами покупали машины, тогда они выезжали на трассу, и разгонялись, две машины становились рядом, и тогда кто-то из братьев перелазил с одной машины в другой. И думаешь, ну зачем? Ну, зачем? Это другой вопрос. Но чтобы кто-то остался хотя бы, как сказать, живым, и лучше, чтобы здоровым, надо, чтобы две машины ехали как? С какой скоростью? Очень точной скоростью. И какое заявление еще больше меня, Дэвиса, оно меня, как сказать, привело к другому взгляду на то, что мне было и так понятно. Дэвис сделал утверждение, что если бы скорости галактик были точны относительно друг друга, я понятно говорю сейчас, да? Не с точностью до сорокового знака после запятой, а до тридцать девятого знака после запятой, тогда вся Вселенная уже бы не существовала на тот момент, когда я бы читал эту книгу. Или бы галактики разлетелись, и уже Вселенной бы не было, или бы же вся Вселенная, она сжалась и взорвалась. Дорогие, меня это потрясло. Знаете, почему? Почему потрясло меня это атеистно? На тот момент я работал на оборонном заводе, и я делал одну деталь. Деталь была достаточно большая, кто понимает, она крепилась на шпинделе метровом, и она была в единичном таком изготовлении. У меня там был один размер. Две сотки этот был размер, всего две сотых. То есть влево-вправо две сотых в определенной величине. Дорогие, знаете, для меня вдруг стало очевидно, что для того, чтобы сделать размер в две сотки, нужно специальное оборудование, нужен не просто человек, а человек с образованием и с опытом работы на этом оборудовании. И это было без вариантов. Я понимал, что эволюция никогда за миллиарды лет, не то что за миллионы, за миллиарды лет никогда не сможет создать на одной железяке один размер с точностью в две сотых. И здесь у меня пришло понимание, которое просто тогда повернуло меня в сторону поиска, ответа на вопрос, а Бог есть или нет. Дорогие, вдруг я понял, что если для того, чтобы сделать один размер в две сотые, нужен человек с образованием, то как должен выглядеть тот, кто сделал размер с точностью до сорокового знака после запятой, и при этом это была не одна железяка, это были миллиарды планет и звезд. Вот с этого момента моя голова, она приняла, она поняла, что мы живем во вселенной, которая была создана Богом, которая не была создана ни случаем, ни эволюцией, ни какими-то доводами и аргументами, которые по сути нельзя пощупать. Никаким образом нельзя это все пощупать. В институте на уроке КСАЕ, концепции современного естествознания, знаете, я пытался дискутировать с преподавателем, и преподаватель делает утверждение. Наша возможность создания жизни на земле и во вселенной, такая же вероятность создания жизни на земле случайным образом, такая же, насколько, какова и вероятность того, что обезьяна, напишущая машинки, напишет одну главу Евгения Онегина. Я спрашиваю преподавателя, послушайте, но это же очевидно для каждого здравого человека, что обезьяне это невозможно, это невозможно вообще никакому человеку на земле. Давайте мы сделаем эксперимент, посадим каждого верующего, неверующего, кого мы знаем, и попросим сказать, вот тебе машинка печатная, напиши Евгения Онегина. И разговор о чем? Вопрос разговор о том, что этот человек не должен был учить в школе хотя бы первую главу Евгения Онегина. Правда, да? И преподаватель мне тогда ответил, если мы это так видим, как оно есть, значит оно так и случилось. То есть все получилось в случайном порядке. Дорогие, вы знаете, что я увидел, разговаривая с атеистами? У людей, по большому счету, нет доводов и аргументов. Изначально, в начале всякого аргумента стоит то, во что человеку поверил, и поверил где-то, где-то, когда-нибудь. И когда мы с вами уверовали в то, что эволюция все сделала, на уроках биологии, когда мы, как сказать, чем занимались, какими-то своими делами, дорогие, мы до конца и не понимаем, почему мы веруем в то, что мы веруем, почему люди не понимают, почему они не веруют в Бога. Дорогие, и вот с того момента, когда я увидел вот это вот, как сказать, вот это вот творение Божье, я в таком виде, с этого момента я начал общаться с верующими людьми, и я повторю, это были верующие с разных просто религий, и с этого момента я уже не задавал вопрос, Бог есть или нет. Вы знаете, какую вещь я увидел, какую вещь я увидел, вот таким образом я назвал проповедь сегодняшнюю, вероослышание. Когда я знал, что Бог есть, когда я понял, что Он есть, я в этот момент, с этого момента я не стал верующим человеком, и у меня очень ясно и отчетливо, знаете, это утвердилось внутри. Все, все понимание или же все доказательства того, что Бог есть, не сделали меня верующим человеком, у меня, моя личность, она была, знаете, в таком интересном состоянии. Я головой знал, что Бог есть, а внутри я не верил, что Он есть. Сегодня я понимаю, что вера в Бога, она приходит, она рождается, она развивается, она живет через слышание. Священное Писание говорит, вера, слышание, а слышание, а слышание, а слышание из разных источников. И каждый человек верит в то, что он слушает. Дорогие, и изначально я уверовал в Бога, которого проповедовали Кришнаиты, Теософы и так дальше, и так дальше, рериховцы. Я уверовал в этого Бога, который не являлся личностью. Я уверовал в этого Бога, которого можно было достичь только через жесточайшийся самоконтроль, аскезу, отказа от нормальной жизни, от семьи, от мяса и прочих вещей, которые являются частью жизни каждого человека. Я уверовал в такого Бога. Дорогие, знаете, что дальше происходило со мной? Первым шагом на пути к Господу для меня был шаг или же ответ на вопрос, а есть ли Бог? Я понял, что Бог есть. И я повторюсь, вместе с нами были и христиане, и однажды я услышал, что в Библии написано «Я Господь Боги всех народов и идолы». «Я Господь Боги всех народов и идолы», и одно из мест Писаний, которое мы можем сегодня посмотреть, это Псалом 95 и 5 стих. «Ибо все Боги народов и идолы, а Господь небеса сотворил». Я услышал немного по-другому эту истину, и тогда, когда я это услышал, я задал себе другой вопрос. Если первым вопросом для меня был значимым, надо узнать, Бог есть или его нет, надо разобраться с этим вопросом. Если он есть, тогда надо понять, что он хочет. Тогда вторым вопросом для меня стал вопрос, а кто же Бог? Я понял для себя, что если Бог Библии прав, я Господь, и Боги всех народов и идолы, тогда все остальные Боги, и все остальные, и они не правы. Но если все остальные правы, то место, в которое я попал, в этом месте, наш, мой гуру, да, у меня был гуру, он учил, что на земле Бог один, но имен у него много, и религиозных концепций много, и неважно, куда ты попал, все равно ты встретишься с этим Богом. И мы в этом жили. Нормально. Ты можешь, ты можешь стремиться к познанию Бога через гуру, и через полное посвящение, ты можешь прийти в религию толпы под названием христианство, ты все равно встречишься с Богом. Но понятно, что лучше, чтобы у тебя был твой гуру, потому что гуру христиан, в моем понимании, тогда уже ушел с земли, и непонятно, где он там, Иисус Христос, они говорят, они его звали Иисусом Христом. И, дорогие, я начал искать ответ на этот вопрос, кто же является Богом. В действительности, вот, это был самый сложный момент, и я могу сказать, на пути понимания, разумения, было очень сложно разобраться, кто же является Господом. Знаете, я понимаю, что в мою жизнь, в мою жизнь пришло понимание, познание Господа тем путем, о котором говорит Священное Писание. Что говорит Библия о том, как человек может прийти к Господу? Вера о слышании, о слышании от Слова Божьего. Получается, мы начинаем веровать через слышание Слова Божьего, поэтому нужен кто? Нужен тот, кто будет проповедовать это Слово Божье. А дальше, дорогие, Господь Иисус Христос сказал апостолу Петру, не плоти кровь тебе это открыли, но Отец Мой сущий на небесах. Мы можем слушать проповеди о Христе, но всякий, кто уверовал в Иисуса Христа, обращается к Богу через что? Через работу Духа Святого, через участие Бога в жизни человека. И каким образом я пришел в церковь? Дорогие, первым человеком, который мне засвидетелил Слово Божьего Существа Христа, был отступник. Его отец был хороший парень, я его очень уважал, и он был с нами. И он был с нами, когда я с ним познакомился, он медитировал на Кришну. Я медитировал на Шищенмоя, кто-то видел трансцендентный портрет Шищенмоя. Если без подготовки увидишь, потом ночью не заснешь. Мы медитировали, и любовь переживали, знаете, и там разные сверхъестественные вещи были. А он медитировал на Кришну. Его отец евангельский, не только евангельский, евангельский верующий пастор. Он учился в семинарии, он служил. Когда я с ним встретился, он медитировал на Кришну. Понятно, почему медитировал? Потому что его убеждения, его вера в Иисуса Христа потерпела кораблекрушение. И вот он впервые через него, я услышал то, о чем говорит Священное Писание. Потом я вспоминал этот момент, и я понял, что на том месте, где он мне цитировал слова апостола Павла, там была Божья благодать. И мне это как-то запомнилось. Какой-то другой вкус, другая атмосфера в том месте, где провозглашается Слово Божье. Второй человек, который мне рассказал об Иисусе Христе, это был православный молодой парень, я могу сказать, новообращенный. Я его просто разложил по всем полочкам, его веру в Иисуса Христа, потому что мы, я не знаю, мы жили всеми трудами восточных, я не знаю, нетрадиционных религий. Я не знаю, сколько, сколько, сколько времени я вложил в то, чтобы вникнуть вообще, как Бог может выглядеть, и почему, и что, и как. И когда этот новообращенный, который только-только входил в христианство, со мной начал делиться, мне казалось, это настолько банальные, настолько простые вещи, о чем ты вообще говоришь, какие-то вот написаны у тебя постоянно в словах, вот ты там что-то из Библии, да это глупость какая-то, что там Христос сказал. И знаете, после этого разговора с этим парнем, я ушел с таким чувством, чтобы он меня на лопатки положил. У меня было такое отношение, по доводам, этим аргументом, я понимаю, я его зажал в угол, но потому, как я вышел из этого диалога, я понимал, что он просто меня, я не знаю, что со мной сделал. И для меня, знаете, это были такие вопросы, я над этим рассуждал, и я понимаю, что даже священно, потом я увидел, это мощное Божие сильнее всей мудрости человеческой. Следующий, знаете, этап, который был в моей жизни, я пришел в Дом Союза, там была наша церковь, в которой я и с того времени пребываю, нам сказали, там есть интересное, интересное сообщество, мы тоже были интересным сообществом, и нас это не испугали, они говорят на каких-то других языках, мы пошли посмотреть. Вот, первое свидетельство от брата из нашей церкви, у нас в руках были книги, «Путь к Богу через любовь», классно, да? Сейчас это такая проповедь о любви Божией, она сегодня востребована в мире, и один из братьев из нашей церкви, он посмотрел, он показал пальцем и говорит, «Это дьявол». Я на него посмотрел, и говорю, «Ты что говоришь вообще? Да о чем с вами говорить? Вот это, если это дьявол, я знаю, зачем я пришел». Дорогие, знаете, были еще какие-то встречи, и я начал приходить на собрание, начал вслушиваться, о чем говорят христиане, Бог послал в мою жизнь случайно, опять случайно, возле Казанского собора, братьев баптистов из Воронежа, они приехали на Звездово, лидер молодежи, еще с ним два брата помощника, я просто прицепился к ним, и два дня за ними ходил, у меня были десятки вопросов, они отвечают на один, я им задаю второй, с ними остался даже, и ночевал у них, они были размещены в общежитии, в общежитии сельхозинститута. Дорогие, знаете, и шаг за шагом просто слушая, слышая, я повторю, слыша Слово Божие, во мне начала формироваться вера в то, что Иисус есть Христос. Я сегодня могу, я сегодня, знаете, уверен, что невозможно человека переубедить, я давно это перестал делать, у меня было немало разговоров, когда я начинал с людьми говорить, вы знаете, вот о Вселенной, о том, как она устроена, и это выглядит так, когда ты отвечаешь на 9 вопросов сложных, человек задает 10 вопросов, будет первый. И оставил все эти вопросы, дорогие, путь к Господу у всех разный, но то, что сказало, то, о чем говорит Священное Писание, оно универсально, и оно жизненно, человек не может прийти к Богу другим путем, только через слышание Слова, Слова Божьего. Дорогие, знаете, что я еще могу ответить? Я еще могу отметить, что сразу же начались испытания, после того, как я, я начал, я пришел в церковь, когда я пришел к нам в церковь, я уже был крещен, я крестился на Тарской, но это выглядело так, мой руководитель в нашей, в нашем, в братстве, таком, медитации, он покрестился, я говорю, ты зачем сделал? Он говорит, надо тебе тоже, я пошел, без покаяния, без наставления, я пришел, стоял в очередь, меня крестили, я продолжил поклоняться и своим идолам, и так дальше. И, затем, дорогие, я увидел, что, когда я пришел в церковь, где я начал слышать Слово Божие, этот человек, он уже не подталкивал меня в церковь, а начал меня убеждать, что я попал куда-то не туда, он начал меня убеждать, что, что я стал, знаете, таким каким-то элементарным, простым человеком, который ничего не знает, кроме того, что написано. Вы знаете, я понял, что, и сегодня я могу сказать, что, как мы начинаем веровать в Господа, через то, что мы слышим, и как наша вера утверждается на Слове Божьем, так я могу сказать, и могу согласиться с тем, о чем говорит Священное Писание, что проповедь Евангелия, проповедь о кресте, оно является безумием для этого мира, и по-другому не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!